МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Самара вышла на финишную прямую по подготовке к отопительному сезону. До конца месяца все районы должны подать заявки в ресурсоснабжающей компании для подачи тепла. Станет ли прогулочная зона вдоль Волги единым целым? Судьбу пятой очереди набережной обсудили на градостроительном совете. Более 300 участников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В Самаре в ракетно-космическом центре «Прогресс» состоялись козловские чтения. Реконструкцию пятой очереди набережной обсудили на заседании градостроительного совета. Проектировщики предлагают два возможных варианта планировки территории. Какой из них поддержали участники совета, расскажет Лариса Шалафаст. Самарская набережная должна стать единой пешеходной зоной. По задумке проектировщиков, пятая очередь от улицы Вилоновская до бассейна ЦСКА соединиться с другими участками и также превратиться в благоустроенную зону отдыха. Для этого предлагают два варианта. Первый предполагает укрепление береговой линии и расширение территории набережной. Такой вариант предусматривает строительство шпунтовой стенки и увеличение территории набережной за счет создания искусственного земельного участка на водном объекте. Концепция предполагает максимальное сохранение существующей хозяйственной деятельности, которая ведется на этом участке. Правда, в случае реализации именно этого варианта потребуется переоформление ряда земельных участков. Второй вариант – благоустроить территорию, соединив ее с другими очередями пешеходными дорожками, не выходя за береговую линию и максимально сохранив существующую инфраструктуру. Очень важно оставить ту инфраструктуру, которая там сегодня есть, ее не сломать. Это единственная переправа, которая сегодня связывает левое и правое бережье. Большинство участников Городостроительного совета высказались за реализацию второго варианта благоустройства набережной. Теперь предстоит решить вопрос с финансированием проекта. По мнению главы города, проект строительства новой очереди набережной может претендовать на финансирование с федерального бюджета, в том числе в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Я полагаю, что строительство тех очередей набережной, которые построили наши предшественники, особенно четвертая очередь набережной, она создавалась в условиях, когда был жесточайший дефицит денег. Тем не менее, руководство области, руководство города шло на эти расходы, федерация шла на эти расходы, потому что это дело все во имя, так сказать, будущего. Я думаю, что если будет политическая воля, желание нашего общего с вами и хорошо разработанный проект, такие ресурсы будут привлечены. Теперь проектом более детально будет заниматься специальная рабочая группа. Концепцию строительства пятой очереди набережной планируется разработать до конца года. В Самаре обновляют стелы на всех въездах в город. Сейчас большинство старых надписей демонтировано. Как идет работа по установке новой стелы на Южном шоссе, узнала Лариса Шалафаст. Благоустраивать разделительную полосу на Южном шоссе начали в прошлом году. Заброшенную территорию привели в порядок. Высадили почти тысячу деревьев и более 8 тысяч кустарников. Был поменен полностью грунт, высажена газон, трава газонная посажена. То есть данная территория привела новый привлекательный вид. В этом году на этой территории появились 4 топиарные скульптуры на футбольную тематику, которые установили сотрудники МП «Спецремстройзеленхоз». По заказу Самарова доканала заканчивается монтаж букв, название города. Надпись «Самара» на Южном шоссе водители будут замечать издалека. На больших буквах установят почти 70 фонарей и три мощных прожектора. Кроме подсветки «Стелла» украсит цветами. Дизайнеры выбрали для этого ампельную петунию красного оттенка. Захотелось придать строгим буквам какое-то такое мягкое и живое звучание. Поэтому они должны разрастаться и стекать таким каскадом по всем буквам. По поручению главы города Олега Фурсова обновлению въездных групп уделяется особое внимание. По заказу Департамента городского хозяйства и экологии обновляют и четыре «Стелла» на въездах в Самару. К ремонту приступили в начале сентября. Будут поменены сами буквы на тайки же, но из долговечного композитного материала. Будут приведены в порядок постаменты бетонные. Они также у нас облицовываются композитным материалом. Завершить ремонт «Стелл» планируют до конца ноября. Лариса Шлафас, Дмитрий Мишканцов, События. Самара готова к отопительному сезону более чем на 80%. Уже в сентябре планируется получить паспорт готовности города. Чтобы отопление вовремя пришло в жилые дома и в учреждения, необходимо подать заявки в ресурсоснабжающие компании. Об этом шла речь на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Все потребители коммунальных услуг, а это более 800 управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ, должны вовремя составить и подать необходимые документы, чтобы после 15 сентября, когда подведут первые итоги подготовки к зиме, заявки на отопление начали поступать в ресурсоснабжающие организации. То есть практически до 30-го числа заявки должны быть обоюдно оформлены для пуска тепла. Это связано с тем, чтобы дополнительно еще отрегулировать вопросы с погашением задолженности, отрегулировать вопросы с платежами. Опасное соседство. В Самаре рядом с поселком Падовка активисты Общероссийского народного фронта обнаружили мазутные озера. Выездное совещание прошло с участием городской администрации, Росприроднадзора и прокуратуры. Полигон для сброса нефтяных отходов давно должны были рекультивировать. Но этого не сделали до сих пор. И теперь ядовитые водоемы угрозой для природы и для жителей. Как будут решать проблему, знает Алина Чемерес. Прозрачной водой и богатой фауной эти озера похвастаться не могут. Сюда десятки лет сливали отработанные нефтепродукты. Полигон промышленных отходов в селе Падовка существует с 42-го года. В 2013-м был закрыт, исчерпал свои ресурсы. Но четыре мазутных озера, каждая площадью в гектар, остались. К ближайшему поселку от мазутных озер ведет вот такая аккуратная тропинка. Жители на этот полигон могут попасть абсолютно свободно. Беспрепятственно въезжает и спецтехника. Сейчас здесь сильно пахнет мазутом. Ветром этот запах доносит до ближайших домов. Такое соседство для жителей отнюдь небезопасно. Были случаи, когда эти озера горели. За помощью жители обратились в Общероссийский народный фронт. Его активисты уже выезжали на место. Вердикт неутешительный. Скорее всего, на полигон продолжают незаконно вывозить отходы. И подтверждение такое у нас, говорю, есть. В предыдущий выезд мы увидели несколько машин, которые предположительно что-либо то ли сливали, то ли откачивали. Не могу предположить. Поэтому на сегодняшний момент мы проработали вопрос с прокуратурой. Прокуратура провела выезд. Но в любом случае я надеюсь, что как минимум доступ граждан будет прекращен. И доступ спецтехники. Но перекрыть доступ к полигону только первый шаг. Так теперь предстоит выяснить, насколько опасна сложившаяся экологическая ситуация. Определить, как глубоко ядовитые отходы впитались в землю и попадают ли они в грунтовые воды, а вместе с ними и в реки. С 91-го года полигон эксплуатировало государственное унитарное предприятие «Экология». По документам был разработан проект, согласно которому за 10 лет мазутные озера должны быть рекультивированы. Но этого не произошло. В 2009-м здесь даже установили очистные сооружения. Но спустя 5 лет срок их работы закончился. Все ценное оборудование демонтировали. То, что осталось, сейчас в заброшенном состоянии. В тот же год отсюда ушла и экология. Только мазутные озера никуда не делись. Их рекультивацией до сих пор никто не занимается. В тарифе на прием отходов доля какая-то на рекультивацию заложена не была. То есть все мероприятия праведохранного характера, они велись за счет средств бюджетов различных уровней. Не за счет средств предприятия. Мазутные озера находятся на территории Кировского района Самары. Городские власти намерены приложить все усилия для того, чтобы не допустить экологической катастрофы. Город знает об этой проблеме и принимает все возможные усилия, которые направлены как раз на ее решение. Опять же с учетом того финансирования, с учетом тех обстоятельств, в которых сегодня находится не только наш город, но и вся страна, так скажем. В первую очередь активисты Народного фронта намерены выяснить, кто виноват в том, что мазутные озера теперь представляют угрозу для местной флоры и фауны, и для жизни и здоровья людей. Также, по мнению активистов, важно провести экспертизу и выяснить, из чего состоят отходы. И только после этого как можно быстрее рекультивировать полигон. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Вместе добиться прогресса. В Самаре на РКЦ «Прогресс» открылись пятые козловские чтения. Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная актуальным проблемам ракетно-космической техники, продлится до 15 сентября и объединит более 300 участников. Лучшие ученые, аспиранты и студенты представят свои доклады на 16 секциях. Среди научных изысканий, проектирований и производства ракет-носителей и космических аппаратов, а также история техники и космонавтики. Впервые на козловских чтениях будет работать международная секция. В ее работе примут участие ученые из Китая, Франции, Великобритании, Белоруссии и Казахстана. Главная цель конференции – обобщение накопленного опыта в области производства и эксплуатации ракет-носителей, систем наблюдения Земли из космоса, а также подготовка младых специалистов для аэрокосмической отрасли. Одному взятому предприятию не под силу хватить то объем знаний, объем проблем, объем технических новых совершенств, которые есть в мире. Поэтому все мигрируют, все переезжают, все друг друга слушают для того, чтобы еще больше развивать свою технику, свои предприятия, свое направление. И наша конференция не исключение. Она тоже посвящена, по сути дела, этому – обмену между участниками ракетно-космической деятельности. О проведении праздника в День дружбы народов говорили на встрече губернатор Николай Меркушкин и председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев. В начале встречи он отметил, что Самарская область – единственный регион страны, где этот день празднуется с таким же размахом, как и государственные праздники, и пригласил главу региона оценить готовность строящегося парка дружбы народов. Уже в конце сентября основные работы на объекте будут завершены. Парк строится как большой комплекс национальных подворий и должен стать одной из достопримечательностей города к Чемпионату мира по футболу. В следующем году День дружбы народов Самары впервые отметят уже в новом парке. Изменения есть? Да, конечно. То, что мы смотрели месяц назад. Да, а сейчас изменения совершенно. И непосредственно в парке, непосредственно уже движение уже не то, что движение, сейчас уже радуется человеческий глаз. Наше достижение, достижение нашей страны, что мы в мире вдруг живем, сохранили культуры, сохранили языки, сохранили одежду национальную. Но если это будут представления, соответствующие во время Чемпионата мира, это будет очень-очень, скажем, дополнительным хорошим впечатлением о стране. Поэтому мы будем, давайте, счастье, что потом по весне, что надо будет сделать. Хорошо. Ну и праздник, который своеобразный, каждый раз некой репетицией может. Многонациональная Самара ждет всех на праздновании Дня дружбы народов. Журналистам рассказали, чего ожидать от праздника. Пройдет он уже в третий раз, но организаторы каждый год стараются удивить гостей чем-то новым. Подробности у Марианны Мирной. 157 национальностей проживают на территории Самарской области. И в грядущее воскресенье всех ждет большой праздник – День дружбы народов. По традиции отмечать его будут колоритные с размахом. В Икограде-Волгарь на улице Осетинской развернутся и зоны отдыха, и бесплатные интерактивные площадки. Это и площадки по лазертаку, и веревочный курс, и аниматоры. Аниматоры как для взрослых, так и для детей. Особенно хотелось бы отметить – это бесплатные аттракционы, которые будут выставлены на территории места поведения праздника. Выставка ретроавтомобилей, показательные выступления силачей Витязи, призы и подарки, награждение победителей регионального фестиваля «Диалог культура с новой мирой согласия», флешмоб, а также выступления популярных самарских и российских музыкальных коллективов. И, конечно, вкусная национальная еда. Узбекская община выступила с предложением накормить всех узбекским пловом. Я думаю, что это будет, потому что у них это замечательно получилось на фестивале Семерутах Тамыш. Все с удовольствием. И будут азербайджанские сладости, татарские сладости. Все это будет. Для желающих попасть на праздник будет организована бесплатная автобусная перевозка. До Волгаря можно будет добраться от Самарского государственного технического университета и с площади революции. Транспорт будет ходить с интервалом 5 минут. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре на заводском шоссе сбили женщину. Очевидцы сделали фото с места происшествия. ЧП произошло на заводском шоссе в районе проходной завода Кузнецов. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара женщина отбросила на несколько метров. Пострадавшие оказали первую помощь на месте, а затем увезли в больницу. Московское шоссе в районе торгового центра «Метро» перекрыли по направлению в город. Весь транспорт пустили по дублеру. Начала действовать новая схема организации движения. С утра образовалась пробка, начиная от остановки «Совхозная». Движение затруднено до кольца на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость потока на данном участке Московского шоссе составляла всего 2 км в час. В Самарской области полицейские пресекли хищение нефтепродуктов. Врезку обнаружили в 300 метрах от нефтепровода в Кенальчеркасском районе. Силовики выяснили, что воруют нефтепродукты ночью. Оперативники с бойцами СОБР Росгвардии задержали троих мужчин в тот момент, когда они перекачивали дизельное топливо в цистерну грузового автомобиля. Заведено уголовное дело. В Самаре мошенница подделывала отчеты, чтобы получить субсидии. Бухгалтер одной из фирм намеренно занижала в документах свою зарплату и зарплату мужа. Поддельные бумаги женщина предоставляла в государственное учреждение. Делала это мошенница для того, чтобы ей платили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и назначили социальное пособие для детей. За несколько лет злоумышленнице выделили более 300 тысяч рублей. Уголовное дело мошенницы направлено в суд. Свою вину обвиняемая признала, все деньги женщина вернула. В октябре в Самаре пройдет фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Он будет посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Откроется фестиваль большим галконцертом с участием звезд Большого театра. Алла Шелест – одно из самых значительных имен в истории российского балета 20 века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Мариинского театра. В начале 70-х годов Алла Шелест возглавляла балетную труппу в Самаре. 13 тысяч детей отдохнули этим летом в лагерях дневного пребывания. Еще почти 12 тысяч ребят побывали в 10 муниципальных оздоровительных учреждениях. Дети ходили в походы и на экскурсии, участвовали в конкурсах и спортивных соревнованиях. Почти 800 человек отдыхали по бесплатным путевкам центров «Семья» в лагерях Волжанка и Волжский Артек. В микрорайонах города работали 85 тренеров по месту жительства. Проведены турниры лета с футбольным мячом и спор туда наркотикам нет. На летний период было трудоустроено почти 3000 несовершеннолетних. Для педагогов, которые трудились летом в лагерях отдыха, прошел праздничный концерт. Лучшие получили благодарственные письма от городской администрации и думы. Я вам всем хочу сказать огромное спасибо, потому что на самом деле нас всех в этом зале объединяет одно слово – любовь. Любовь к нашему родному городу, любовь к детям, любовь к тому труду, который вы вкладываете каждый день. Спортивные соревнования, красочные творческие номера, подвижные игры. В микрорайоне «Загорка» прошли народные гуляния. Масштобный праздник здесь провели впервые, и теперь он может стать доброй традицией. На торжестве побывала и Алина Чемерес. В качестве сцены – футбольное поле, вместо зрительного зала – трибуны. Праздник микрорайона «Загорка» начинается с ярких выступлений творческих коллективов. Людмила Коновалова пришла на торжество с сыновьями. Говорит, районные праздники – лучший способ поближе познакомиться с соседями. Сейчас у нас время немножко такое, даже иногда соседи не знают друг друга. Надо знать, кто здесь живет, тогда нам будет здесь спокойнее, лучше. И вообще жизнь тогда станет как-то по-соседски. Песни, танцы, соревнования по футболу – обязательная часть программы. Для детей организатора подготовили квест. Сегодня решили удивить всех – и малышей, и публику постарше. Праздник для жителей, объединившись, провели общественные советы микрорайонов. Они были созданы по инициативе губернатора. Только в Самаре их 355. Главная задача – чтобы жители и власть совместно решали актуальные проблемы. В работе общественных советов активно участвуют и депутаты. Чтобы соседи между собой ближе познакомиться, ближе узнать, чтобы мы имеем понимание, что людей заботится не только благоустройство, не только там ЖКХ, их многоквартирные дома, но и так, как хорошо и весело проводить праздники. Хорошими примерами хотим показать, что когда мы вместе дружно решаем не только наши проблемы, но и умеем дружно праздновать вот эти вещи, то, в общем-то, любая ситуация, она разрешима. Такие праздники в микрорайоне Загорка планируют сделать традиционными. Особенно удивить жителей обещают на 40-летие промышленного района. Юбилей здесь отметят в следующем году. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Праздник для жителей прошел и в Куйбышевском районе Самары. На площади перед Домом культуры «Нефтяник» состоялся концерт и церемония награждения самых активных жителей. Они в очередной раз подтвердили это звание, придя на праздник вопреки холодной погоде. С подробностями наш корреспондент. Уникальный, самобытный и самый южный Куйбышевский район вместе со всей Самарой отмечает День города. Я ее нравится. Особенно в последнее время он очень стал чище, стало очень много цветочков здесь, благоустроенный стал намного. Праздничный концерт проходит на площади перед ДК «Нефтяник». Само здание сейчас на ремонте. Уже привели в порядок фасад, ведутся внутренние работы. Открытие ждут в конце сентября. И это только часть изменений. В этом году в районе отремонтировали основные улицы. Сейчас приводят в порядок внутриквартальные дороги. У нас с вами впереди очень ответственные мероприятия. Это чемпионат мира по футболу, который мы с вами, я надеюсь и уверен, что проведем великолепно. Ну и нам с вами такого драйва, позитива. И все у нас получится. Куйбышевский район не находится в старине. Мы проводим и свои мероприятия, свой праздник. Соответственно, у нас видны изменения. На концерте выступили местные творческие коллективы с танцевальными и вокальными номерами. Самые активные жители, поддерживающие порядок и чистоту во дворах, получили награды от района и городской администрации. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Готовность более 70% и темпы не сбавляют. Стадион строится по графику. Здесь не до шуток. Убедились самые веселые и находчивые самарцы. Экскурсию по стадиону Самара-Арена провели для КВНщиков, отчего у профессиональных шутников пропал дар речи, узнала Марина Кравцова. Шутки в сторону. Весело и находчиво по стройплощадке вышагивают самарские КВНщики. Признаются, раньше о масштабном спорт-объекте слышали только из новостей. Теперь же могут своими глазами увидеть грандиозную стройку. На стадион КВНщиков позвали не случайно. Футбол в России – одна из самых популярных тем для шуток. Экскурсанты сразу же двинулись покорять высоту. Стадион готов более чем на 70%. Сейчас идет монтаж кровли и подготовка к установке крестел, которые будут выполнены в цветах самарской футбольной команды «Крылья Советов». Как идет стройка, сегодня увидели гости необычные, игроки команд КВН Самарской области. Поднялись они на верхний ярус. И тут стало не до шуток. Масштабы поразили гостей. Пока стройка в разгаре и нет ограждений, под самым куполом действительно дух захватывает. И даже самые находчивые теряются. Может мы на ярус ниже спустимся, может шутка и родится. А здесь захватывает дух. На самом деле эмоция огромная. Темпы строительства подрядчики не сбавляют. На стадионе трудятся около двух тысяч человек. Одна из основных задач – качественно сделать футбольное поле. А игроки КВН уже репетируют, как будут болеть за сборную России на чемпионате мира в следующем году. «Россия! Россия! Бол!» КВНщики уже и сами строят планы на стадион и мечтают оказаться здесь не только в качестве зрителей. Здесь уже не до шуток, а, наверное, просто это можно говорить с гордостью, с улыбкой, что мы это сделаем. Я надеюсь, что потом на этом огромном, прекрасном стадионе пройдет игра КВН и выйдет в Масляков и пригласит команды на стадион. И 45 тысяч зрителей скажут «Самара, форево! Это здорово!» Один из самых больших и красивых стадионов в России и после 2018 года пустовать не будет. Чемпионат оставит прекрасное наследие для всех жителей региона. Марина Кравцова, Артем Солойманов. События. Большой спорт пришел в Самару в этом сезоне окончательно. Профессионалы из разных городов губернии сражаются за награды в разных лигах. За успехами и неудачами в волейболе, хоккее и гандболе следит Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лада терпит одни поражений на востоке континентальной хоккейной лиги. Тольяттинские гандболистки стартовали с двух побед в чемпионате страны. Новокубышевская «Нова» победила на старте чемпионат России по волейболу. Начали с победы в гостях. «Нова» выиграла первый матч чемпионата страны в Суперлиге. Новокубышевцы погасили факел в новом Оренгое. 2-3 счет по партиям. Хотя первые два периода они досадно проигрывали борьбу у сетки. 25-21 и 25-18. Зато вторая половина прошла под диктовку «Новы». Они сначала счет сравняли. 21-25 и 16-25. А затем и вырвали победу на тайбреке. 13-15. И закрепились в середине турнирной таблицы. Первое место у Казанского «Зенита». Воскресенье 17 сентября «Нова» принимает «Динамо» из Сосново-Бор Ленинградской области. МТЛ-арена 17-0-0. Стопроцентный результат показывают тольяттинские гандболистки на старте национального чемпионата. В Суперлиге «Лада» уверенно выиграла второй матч подряд. На этот раз в гостях у Адыев, Адыгейский госуниверситет. 36-18. Первая партия тоже осталась за волжанками. 16-10. Пока «Лада» расположилась на втором месте турнирной таблицы. На первом – Ростов-Дон. В среду «Лада» поедет добывать победу в Краснодар к местной Кубани. Третьему номеру соревнований. Девять матчей и всего две победы «Лада» уже который год не может удачно стартовать в чемпионате КХЛ Восточной конференции. Очередной матч «Тольяттинский клуб» проиграл питерскому СКА со счетом 1-3. Хотя первыми забили автозаводцы, однако потом «Лада» практически перестала бросать поворотом соперника. 24-8 в пользу армейцев. Результат «Питерцам» принесли заброшенные шайбы в исполнении бывших НХЛ-овцев Павла Дацука и Ильи Ковальчука. После этого фиаско «Лада» занимает предпоследнее место на Востоке. Лидер – Борис из Астаны, Казахстан. Очередной соперник «Тольяттинцев» – Минская Динамо. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин